приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон и я продолжаю проходить дополнение пленник марса для far cry 5 в общем то вот они лежат арахниды окочурившиеся после прошлой серии ух тут было их много конечно да и по-моему до сих пор носятся ты посмотри что творится тваря короче говоря остается нам друзья мои совсем немножечко вот буквально этот участок карты все что нам нужно сделать уверен здесь будет совсем немного объектов но тем не менее их нам нужно сделать такс вроде бы как я везде был на уже посещенных участках я так просматриваю вроде бы был давайте а а давайте прямо сюда действительно я себе уже метку ставил в прошлой серии 490 метров отправимся туда на задание не знаю что там за объект что там за . но тем не менее . какая-то есть она важная нужная полезная поэтому отправляемся ах твою мать тут отличается гравий пояс черт мама дорогая благодарю за ассист ах так как же нам тут взбираться там кстати как резко ночь опустилась собственно я был прав вот такими вот знаками отмечаются пластины по которым можно взобраться вот такие вот выступы и слава богу что эти выступы есть часть тела в унылых дюнах а здесь находится часть тела херка а но не совсем здесь куда я иду но тем не менее тут она наличествует и как я до этого должен догадаться так роботы охранники вы ведь дружественные мне я надеюсь да твою мать не секунды покоя и минуты покоя ребятки вам не тягаться со мной все наверх 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 центр геологических исследований и там задание клаче никсона нету королева должна быть также без королевы арина еще нам отметила что арахнида использует это место в качестве гнездовья жалко на самом деле что у меня нет никаких гранат кстати но сюда ты пешницы мужа на ранее сможем да стоп а как мне так часть тела аж на 100 метров назад откинули почему ломанулся видимо раньше на собственно вот это вот задание где находится энергомодуль давайте будем делать все постепенно и все таки заберем часть тела уничтожай яйца чтобы выманить королеву да 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 сделаем сделаем покидаем геологический центр это не моя задача геологический центр я сначала хочу забрать часть тела пелка потому что это наше обязательное задание слово сказать так вот как бы нам залезть туда без елки-палки гравипояса вообще беда беда бедовая в принципе можно с разгончика залететь использовать крылышки но хер там плавал а ну допустим гравипояс не пашет но в принципе запрыгнуть при желании можно так нихера на как высоко лежит а это торс пардон мужские сиськи ставьте плюс у кого есть мужские сиськи слов нет одни эмоции эй верхняя часть груди жесть какая о мои сисечки давай сожми их как следует я не скажу ким впереди геологический центр внимание движусь туда используют эту зону в качестве гнездовья соблюдайте меры предосторожности блин похоже тут точно будет наша королева это все но нам нужно подобраться поближе к гнездам поближе поближе к гнездам так собственно вот отметить это место так чтобы нам оба здрасте видеть его получше а я ей 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 фалон быстро активируем кайфа лом сука я вижу тебя и сам скоро отъеду если мне не помочь аннигиляторная пушка всем будет больно королевишна соизволила выйти это хорошо коробка не перестану роплить с этого хорошо рикошетами здраво приятненько разряжен к сожалению я королевишна королевишна вот она ты где да красотка долго с тобой надо будет драчиться ух ты господи тихо 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 не надо нам такого как сердце королевы есть о да 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 знаю такие ролики напоминает мне как я как-то раз играл в лазер так я рыдал рыдал как младенец там было так темно страшно и одиноко знал ведь что на 30-летие надо замутить что-то другое ну так хотелось лечу и мочу есть ну где собственно королева работа на работаем 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 не уже мил меньше половины у нее осталось здоровья падла ухты елки-палки я все забываю что мне нет гравипояса вернее он есть но не работает давай давай от скала рикошеты хорош люблю заряд кончится или мир он тихо не то оружие не кулачками кулачка и будем работать потом быстро фокус-фокус рикошетами рикошетами эту суху есть свой сердц королевы много гелия гляньте сколько сейчас я присуну модуль в терминал не переживай херк присунем кому надо только я боюсь что наверно нам надо было идти вниз да да настроили конечно не слабо о записка от лари оу лари конец лари паркеру все кончено арахниды захватили планету вскоре они вторгнутся на землю и всему придет конец мне очень жаль рина призвала меня сюда дала мне шанс стать защитником земли но я потерпел неудачу и все же лари паркера никогда не сдается без боя ну уж нет арина получит от меня величайший дар мой разум если я не ошибся в вычислениях мои нейронные связи позволят сети ирины продолжать функционировать возможно она найдет нового героя который займет мое место частичка меня продолжит сражаться на стороне добра мое наследие сохранится в каждом из ее роботов прощайте о как мощно жирная . в этой истории без шуток ну чтож готова ну крутизна чел просто крутизна нет реактивных ранцев нет проблемы ты превзошел сам себя николас не могу этого не признать хоть и кошмарно завидую должен признать да хоть и выпендривался ну самую малость признайся так давайте закупимся предметами это у меня уже денег выше крыши так гранадиозно естественно покупаем full и full заряд системные шокеры также покупаем курогранаты парочку можно купить ммм карбонаты не стоит брать я думаю космобинты зарядим по полной кайфа ломов купим фокусов фокусов купим он и продлеватель жизни пожалуй что вот вот по оружию у нас там яйцехват открылся давайте возьмем его разные режимы стрельбы есть нет ну как бы не сравнимо не сравним разве что скорость не очень но я хочу яйцехват взять вместо собственно говоря нашего стандартного пистолета еще лучше это оружие имеет два разных режима в первом режиме она выпускает все снаряды одновременно во втором по одному чтобы сменить режим стрельбы откройте селектор и нажмите пкм да вот одиночный режим стрельбы не сказал бы что очередью а ведь зачем то есть я нажал один раз и вылетели все это нам не катит ой как он долго восстанавливается бог ты мой да специфичный пистолет если это вообще можно назвать пистолетом ой как как красиво пробивается это солнышко буквально выжигая поверхность планеты такс дорогие товарищи ну я рад что мы сюда сходили я бы сходил вот сюда не знаю что там но там явно должно быть что-то интересное явно ну как минимум задание клача никсона сто пудов ну и соответственно посмотрим может тут где-то те геотермальная ловушка есть ну ловушка не ловушка арахнида присутствует не лезь к роботу сволочь так нет здесь вообще ничего нету ну давайте вот сюда сходим или может быть я это задание уже проходил да нет я не мог его проходить никак я знаю что гравий пояс недоступен не надо мне об этом писать каждый раз наверное действительно здесь уже был даже как-то обидненько что сюда подниматься пришлось да тогда получается что тогда мы держим путь на склад роботов наверное наверное это будет правильно но вот эта точка явно привлекала меня вот казалось бы что-то тут должно быть а вот это вот позиция да и вот это тоже нет наверное я тут действительно уже был сам себе придумываю ладно понеслась летим 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 недалеко летели мы обидно но зато нет хер там плавал гравий пояс все еще не доступен ну привет пацаны а я к вам было бы прикольно если бы я прямо мимо них пронесся на костюме крыле было бы очень топово кто-то и в офисе юбисофт шанхай не умеет склеивать игровые объекты камушки херовенька сделаны ты мать твою хилим си живем хилим си живем ну-ка специфический пистолет прямо скажем граве поиск ученый суток от роботов вижу уже оба а когда прицеливаешься становится еще веселее все-таки с него надо прицеливаться тогда это оружие раскрывает себя полностью с такой я стрелял будучи в одной из галлюцинаций умри сволочь вот и все так я вижу уже записку лари у лари все случается со мной так запасной план хранилища центра управления заполнены пока мы не будем готовы к запуску оставшиеся роботы будут размещены на этом складе запасной план нужен всегда резервных роботов нам хватит с лихвой теперь я займусь системой безопасности чтобы отогнать этих мерзких арахнидов уж не знаю если на этой плане планете ну какой-то родственник дачи вандерлинда но план хорош прям чувствуется продуманность я бы доверился такому плану как бы вот этих всех роботов запустить как это было бы здорово так надо охранять робота охраняем давай малютка работой но оно и понятно так это заметка лари паркера хранилище центра управления заполнены да 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 это мы уже видели умри сука какие не мерзкие эти твари обязательно обязательно я ему сам куплю за весь мразь кстати где там сердце королевы у меня она одно правда только это используете лекарства несите друг друга суки да блин дуги ты блять кусок говна ремонтируй ремонтируй малец ремонтируй давай миленький работы 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 успеваешь слава богу фух ему не слабо так хп отгрызли к слову сказать вообще прям не слабо все запускаемся склад роботов восстановлена вот робота появились пожалуй возьму у него номерок и приглашу на палку чая ладно ну круто круто зарешали ну уж больно много тут было арахнидов и появлялись они прям рядом где робот собственно говоря чинит механизм шибко рядом можно было так и откиснуть вот такс но теперь куда мы двигаем антенна в унылых дюнах я думаю то это то что нам нужно далековато правда но до ничего прямо на песочек а тут нигде нет твердой земли вообще нигде все заплели суки можно интересно это как-то пожечь знаешь что больше всего бесит на марсе что это все не то где женщины с тремя сиськами нет вспомнить все сплошная ложь сожалению да но фильм угарнул обалдеть эти мелкие гниды не слабо так вписывают урона а под ним еще и хрен попадешь с местной точностью оружия ну хотя бы херк продолжает юморить слава богу за это спасибо так а куда же нам теперь наверно туда идеальное оружие а я понял я же превратил в курочек поэтому они тут куда хочет супер так запускаемся это хорошо теперь укрепитель нам доступен в 3d принтере нас и нас точно станет спрашивать о жизни на марсе или типа того надо бы образцы до собирать ученые же любят эту хрень а мы подружимся с ними и будут нас катать на ракетах и все такое это похоже часть тело интересно есть ли много ли там еще это последняя к слову сказать это получается правая ступня ну давайте ей займемся и плюс еще два энергомодуля у меня их уже 14 и 15 даже тут еще лежит так получается нам еще одно задание клатча никсона я кстати не знаю где оно но может быть где-то здесь еще откроется так а еще одна геотермальная аномалия еще одна королева еще одна часть тела херка и еще один терминал ах ну давайте давайте часть тела хотя бы сделаем чувак тут одна из моих запчастей так капец сейчас по ходу будет засада блян так нога может быть какой-то одной конкретно любимой ладно там руки когда ты правша или левша но либо просто одинокий человек но вот блин ноги это странно не трогай робота сука кто по мне стреляет я не понимаю кто по мне сандалит а видимо издалека ну понятно такс такс давайте на насосной станции унылых горах будем двигаться и чем быстрее мы это сделаем тем будет лучше для нас но пацаны разберутся тут хороший такой выступ красивый и я улетаю просто по красоте от этой твари которая там только что вылезла из-под земли впереди насосная станция внимание энергомодуль находится у королевы арахнидов и мы знаем что делать выманим мамочку амиго выманим выманим яйцами они красные и мерцают стреляй по яйцам чел помещение с терминалами закрыто угол за арахнидов мочи этих мелких крабов они меня бесят эти крабы ты не представляешь как и меня бесят ух ты блин ух ты блин я забил официальную часть завалился на диван к джинне луизе трэмбли и смотрел Мэтлока а потом как-то слово заазло ну и сука то что я подцепил было очень похоже на них хех да надеюсь ты вылечился потом так ну давайте подавим яички яички посмотрим во первых где они а вот они малыши ух ты мать твою тихо главное вот этих мелких тварей не подпускать уж больно они биться о а вот и матка пришла королевишна наша а если у меня сердца королевы нету держи 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 тебе не помешает дополнительный урон на твою жопу и она под прицелом ух хе-хе-хе красиво разряжено ладно пока покупаем заряд как не париться им ты очень слабо стреляешь я тебе хочу сказать ого вообще в принципе да нет функционирует быстро бинт ого вообще в принципе твоя жопа под прицелом да натуральный яйцехват чтобы ее выманить отличный замеси друзья мои ну я сваливаю о господи это еще и лазеры быстрее хорош граната конечно лютая в этом дополнении очень мощная арахниды с них откидываются только так убивай космокрэба чтобы ее выманить да ее мая этого дурачка еще и постелили охереть их тут давай все кто уже не подбуд о не скромно огонь по королевке чел смотри давай заряжаем 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 разрядился ой как тут хорошо рикошетит то все восклик и боже мой вот так как надо рикошет быстро кайфалом пока не убили или уже убили я даже не знаю но подише продержимся конечно продержимся куда бежишь сука ну так лучше бы мне реальное достижение дали юплея но на словах тоже спасибо я в курсе покончим с этим побыстрее ладно станция 1 восстановлена мощность восстановлена на 100 процентов есть все получилось возвращайтесь в центр управления нужно произвести запуск какая благодать я в шоке так блин вот где же еще одна геотермальная аномалия вот буквально еще одна геотермальная аномалия еще одно испытание клатча никсона блин где же я их пропустил где-то вот она елки сил упала все ребятки сейчас сделаем сейчас делаем от антенны задание клатча выполним а вот где геотермальная аномалия находится я даже не знаю нет на карте никаких признаков что это геотермальная аномалия может только заметить но глазами фиолетовый дым так что делать с частями меня запустите 3d принтер об остальном я позабочусь слышал ник слышал ну шо там интересного будет 4 июля 1976 расстроившись что он не может отпраздновать двухсотлетие декларации независимости клатч никсон чей патриотизм превосходил патриотизм всех отцов основателей вместе взятых решил почтить величайшую страну на свете очередным захватывающим смертельным трюком в тот великий день клатч летел выше дальше и быстрее любого разумного существа в галактике по словам очевидцев увидев это великолепное зрелище арахниды не знавший президентского английского вдруг стали скандировать сша сша трюк заряд патриотизма быть может вдохновить на создание нового оружейного комплекса но увы не будет повторен что такое было давайте заряд патриотизма но давайте посмотрим он даже не напрягается не знаю позвоночник там хрустнул или что-либо но хруст я точно слышал фух ну хорошо хоть заряд патриотизма это испытание клатча мы прошли да ты задолбал как сказал бы скриптонит такс ну что жалко вот геотермальная аномалия где-то вот где-то вот еще она есть а где даже не знаю но с другой стороны на сто процентов мы как бы карту зачистили не хватает только 1 геотермальной аномалии и еще половины записи лари это достаточно много ладно давайте как-нибудь попробуем вот эту часть карты открыть может быть здесь что-нибудь есть так сторону это сторону туда летим 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 так никто только какой-то хлам нет здесь никаких геотермальных аномалий по край мере я даже не вижу ничего фиолетового зато вижу херову прорву сволочей да 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 прилетела ладно в принципе мне и этого достаточно ну где-то я банально не заметил может быть кстати где-нибудь здесь ну как кстати давайте ребят чисто мы ничем не рискуем как бы давайте просто сходим туда и проверим может быть это просто тень от гор на 3d карте хотелось бы сделать да здесь ничего но зато если провести небольшую разведку с воздуха можно я думаю заметить что-нибудь чего я не заметил ранее не зря же мы тренировались летать с трюками плача никсона так эту конструкцию мы проезжали это соснодуб сталкеровский вернее камнедуб наверно даже правильнее будет сказать все зафиксировались так но нету нету ничего тут нету ладно дуем тогда в центр управления ах ты блин быстрое перемещение сюда недоступно журналы журналы тут мы все вроде выполнили все есть вся часть сетил нашли удобка войска осуществлены поэтому остается нам только туда добраться до нашего центра где мы и были изначально вообще как я уже говорил это дополнение безумно похоже на олдворд блюз к нью ягасу просто невероятно такой же комплекс в центре карты тоже куча юмора только здесь шутки реально смешные а там такие но сомнительные по уровню юмора с частями меня зачистка карты фактически слышал слышал слышу слышу да умри ты уже блин вот сюда нам надо вот все давай зацепись ладно в два захода сделаем мне не сложно начни процедуру запуска чтобы спасти землю выгрузить части тела херка и начните процедуру запуска после этого события магазины будут недоступны стоит запасти все необходим заранее на всякий случай погнали я чувствую что они полны силы о божечки послушай ее получилось мы молодцы давно пора я долго ждала этого сила контроль наконец-то я вернулась в свою лучшую форму сука я свободна и меня не остановить моя сила уничтожит недостойных этот жалкий маскарад окончен настало время ты слушаешь это да я пытаюсь них ясно прости рида продолжает настало время для чего убить вас всех ах ты шлюха шалава вонючая ну арина ты в какой-то момент превратишься в урину боже мой чел арина свихнулась она плохая а мы вообще не просекли фишку ааа и как вы сразу не поняли ты серьезно блин да ладно тебе чел меня слепило отсутствие интереса со стороны Рины люди всегда ищут тех кто похож на их родителей ты в письме никогда тебе этого не прощу блин ты жалок и не достоин моего подарка вот чёрт прям сексуальная версия у моего бати у тебя ничего не хватает жалко не хватает да вот на тему магазинов чёрт подери не хватает нам отечек ты ничтожество пять минут до уничтожения земли ого пусковые капсулы заряжаются что нам делать вырубим их пока Рина не отправила роботов на землю уничтожьте ядро пусковой установки сейчас попробуем сделать ты пока придурок там полежи есть хорошо хоть эта шалавелла мне не отрубила ничего ну в плане гравипояса и прочего все это бесполезно да все моя жизнь бесполезна с рождения такой я есть что выросло то выросло не было никакого смысла пока я не привязал все четыре к мартышке тогда люди меня заметили хотя если подумать это тоже было бесполезно сук 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 держимся 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 копим заряд копим cop im cop working copcon копим заряд все молодец Да ладно. Предлагаю изнасиловать. А где наш? Вернитесь к телепорту. Слава богу, хотя бы таймера нет. Хотя на самом деле задания довольно жесткие. Тут нет нигде по лору, согласны. Нет вообще промедления никакого. Нужно делать все быстро. Хотя таймера нигде не бежит. Поверить не могу, все зря. А ведь почти получилось. Давай вперед. Я не хочу застрять тут навечно. Вот он, родной телепорт. С которого мы начинали. Жалкие людишки. Вы не добились ничего. Оттянули время. Я уничтожу ваш вид. Сейчас, потом, все равно когда. Блин, это никогда не кончится. Нужно понять, как убить ее наверняка. Тебе не убить меня. Я умнее. Я всегда на шаг впереди тебя. Запуск аварийной системы. Да блин, что за аварийная система? Вот и я не понимаю. Ты моя аварийная система, черк. Черка надо будет мочить. Спасибо. Что это за звук? Вот и я не понимаю. Свет потух. Ух ты, мать твою. Эта шлюха его собрала воедино. Убейте клонов. То есть, это клоны еще, ко всему прочему. Неси эту шлюху. Хорошо, что у меня есть специальный рикошетный дробовик. Но и он особо неэффективен, потому что это один хрен клоны. Рина отправила нас искать части моего тела, чтобы сделать толпу злобных щерков. Серьезно? Вот дерьмо. Но, но, это так круто. Круто, да? Но и ужасно. Стрелять. Стрелять в себя? Стрелять в себя? Стрелять в себя? Это психологическая война, Рина. Не? Круто? Не знаю, откуда они там бегут. Но мне явно интересно на это найти. Что-то за место. Ух ты, блин. Капец, они тут гоняются. Качественно. О, хиллы. Господи, спасибо большое. Нейс. Ну, наша задача убить клонов Херка. А, вот они где рождаются. В установках специальных. С дяпкой? Хе-хе. Жесть. Не ломай моего робота. Он мой бро. Сука. Вот это качественно. Вот это я даже сам не ожидал. Да сука. Дайте вырваться. Перебив. Перебив. Да сука. Добрый ты. Господи, еще 66%. Да когда же вы кончитесь? Восхитительный, конечно, замес финальный. Юбисофты придумали. В принципе, вполне приемлемое дополнение. Довольно веселое. Красивое даже. И вот такой вот жижный поносный финал. Да. Нет, ты знаешь, я делаю это с удовольствием. Да, 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 да. Нет, ты знаешь, я делаю это с удовольствием. Да, я понимаю, друг. Вполне оставлю тебя в покое. Горю. Ну, мури ты, блин. Хотя, я думаю, это, в принципе, дает нам, игрокам, отыграться за все то дерьмо, что творил Херк. В принципе, в основной кампании. Пятого Фар Края, да и, собственно, и четвертого. Да и что там скрывать. В том числе и третьего. Разве что во втором его не было. Хотя игра достаточно серьезная. Боюсь, он там бы не вписался. Но суть в том, что это, как бы, наверное, даже вполне достойная оплата. 17% остается. Ой, как литяшеты красиво летают. Еще есть патроны. Умри, сука. Горю. Тихо. 2% осталось. Хелимся живем и идем на поиски гниды. Ну и последний процентик. Где? А-а-а. Вот он. Слова, слова, время пришло, прикручим эту маньячку. С удовольствием. Не знаю, в каком виде она существует, но я предлагаю изнасиловать. Где ты, сука? Снимай трусы. Уверен, абсолютно. Развигаляшки. Не бездель. Хёрк, не бездель. Все будет нормально. Семь миллиардов жизней. Чёрт. Вот дерьмо. Погоди минутку. Дай посоветоваться с моральным законом во мне. Может быть, смерть семи миллиардов людей не так уж и страшна, если на кону судьба моего тела. Чёрт. Семь миллиардов жизней. Семь. Твоя жертва спасет их все. Я стану робо-исусом? Да. Зывай как хочешь. Главное, ты станешь героем величайшим. О, боже, Николас. А ведь ты прав, ты прав. Да. Я прям вижу это. Хёрка-мания. Вот это будет весело. Торжества по всей земле. Люди возводят статуи. Делают плюшевых хёрков. Всенародное празднование. Короче, Стрихосовский. Моё лицо на монетах. Хёрк-звезда тысяч боевиков. Всё на халяву. Пара островов в подарок. Я назову их Хёркс и Кайкас. Открою там курорт, и все будут ходить голыми. Я согласен жить на таком острове. И это я ещё толком не начал думать. Чёрту всё. Я готов, Ник, отключай её. Наконец-то. Хёрк, не надо. Я люблю тебя. Эта шлюха пыталась нас убить. Не слушай. Какой любви и ложки тоже. Вот. Хорошая шутка. Хорош. Ложки не существует. Вот прям ты. Молодец. А прикиньте, если это всё пьяный бред. Ну то есть, на самом деле, не было никакого Марса. Не было никакого тут Хёрка. Рины. Роботов. Просто Ник и Хёрк сейчас в пьяном угаре валяются где-то в свинарнике. На ферме. Ничего этого не было. Нарушил обещание. Это было необходимо. Ты кое-чему меня научил, Ник. Теперь я знаю, что нет ничего важнее славы. Иногда ради неё приходится расстаться с тем, что тянет тебя назад. В моём случае с телом, которое теперь навеки для меня потеряно. Чёрт. Я имел в виду, что нужды многих важнее нужд одного. Жертва во имя высшего блага. Нет, я сделал это ради личного острова с секс-курортом. Ничего личного. Но тебя я туда не зову. Это только для роботов и горячих цыпочек для секса с роботами. Ну что, не пора ли нам домой? Нам пора. Сейчас введу координаты. Чувак, ты знаешь, что это значит? Мы герои. Легенды, твою мать. После парада и всего такого набьём себе татухи в честь путешествия. Ну, ты набьёшь, а я сделаю себе, ну, аэрографию. Вот я хотел пошутить на тему аэрографии. Как ему тату это делать? Все. Нажми кнопку. Да, точно, кнопка. Так, голубая планета. Герои летят домой. Что ж, друзья мои. На этом все. Пленник Марса завершен. Что могу сказать? Это очень эрофельное DLC. Собственно, любое мероприятие в Far Cry, где присутствует Хёрк, это сразу угар, это сразу шутки. А учитывая смелость и креативность при создании пятого Far Cry, это просто квинтэссенция угара, приколов, шуток и стёба. Видите, даже, да, вот арт. Не край сидит, не робот вместо Хёрка. Собственно, да, тело Хёрка навсегда утеряно. Хотя, ну, не до конца это... Вот даже татухи бьют, даже татухи бьют в честь путешествия. На самом деле, не совсем понятно, как это всё произошло в принципе. То есть, понятное дело, вначале нам показывали некую предысторию, что Ник ехал в машине, пил за рулём, естественно, и тут его похитили инопланетяне. Корова загородила ему проход. Но, собственно, как это всё, впоследствии, как он вернулся, куда он вернулся, нам не расскажут. Собственно, это и не нужно. Дополнение — это чистый угар, квинтэссенция приколов, шуток и, как я уже говорил, очень такого свободного геймплея. И очень обидно, что... Ух ты, даже хёрк на свадьбе присутствует, здорово. Ну, так вот, что мне не понравилось. Мне не понравилась концовка. Это, ну, фуфел полный, где куча хёрков. Ладно бы там уничтожать три вот этих пусковых установки, но куча хёрков — это бредятина, как по мне. Хотя, вначале это было даже забавно. Ну и местами, конечно, ну, Ctrl-C, Ctrl-V локации. Да, исследовать эту поверхность очень интересно, но уж больно как-то вот всё... Ну, однообразно, что ли. Вот правда. Всё красиво, технологично, интересно. Но однообразно. Шибко однообразно. Но вот кроме вот этого, то, что я сейчас перечислил, всё остальное — это просто сок. Треки, которые включает робот во время боёв. Прекрасно. Сам дизайн этого робоглаза великолепен. Шутки от Хёрка. Атмосфера классная. Ну, всё здорово. Правда, это очень прикольная DLC. Как я уже говорил, оно правда походит на Old World Blues. Оно такое же странное. Тоже много шуток, приколов, но только тут они смешные. И это дополнение, оно воспринимается намного легче. Оно не легче как таковое. Тут довольно много моментов, на которых вы можете подзастрять. Но оно воспринимается легче. И нет ощущения такой, знаете, натужности. Когда ты выходишь с большой горы в Нью-Вегасе, ты думаешь, слава богу, это закончилось. Здесь такое ощущение не возникает. Да, буквально вот часа на четыре с половиной заняло у меня это прохождение. Больше, чем дополнение про Вьетнам. Но, тем не менее, я с большим удовольствием прошёл его. И, в принципе, могу порекомендовать. Вы, не отвлекаясь на мои комментарии, вкратчиво слушая то, что говорит Хёрк, все его шутки. Может даже что-то уловить, от чего не понял я. В любом случае, друзья мои, дополнение было прикольным. Я благодарю вас за то, что вы его посмотрели. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за лайки и подписки на канал, в том числе за подписки на Бусти. Увидимся в новом дополнении, которое называется День лютых зомби. Удачи вам, друзья мои. Берегите себя. День лютых зомби День лютых зомби. День лютых зомби.